Жители дома 18 по улице Шепеткова в панике. В их квартирах блохи. Мелкие насекомые, по словам жильцов, появляются из подвала. Одна из причин – некачественной ливневки, которая нуждается в модернизации. У нас вот по этой дорожке, по этому тротуару, вся вода волнами, просто волнами. Мы не можем дверь открывать, потому что там вода подпирает дверь. И когда дверь открывается, вся вода к нам в подвал. И нас просто заели. Это крик, это сос. Заели блохи. По словам жильцов дома, управляющая компания проводила дератизацию, а ее сотрудники утверждают, что сам подвал сухой. Однако получить доступ в него мы не смогли. Дверь на замке, ключа у проживающих в доме нет. А тем временем кровососущие не дают покоя ни жителям, ни домашним животным. Валентина Павловна лишилась любимицы – кошки. Сейчас в ее квартире своеобразный боевой набор – от аэрозолей до специальных трав. Блохи тревожат ее внука, который прикован к постели. Мы просто не знаем, как дальше жить. Вот честное слово. Вот честное слово. Говорю, а просто заели блохи. Я вам сейчас показала. И мы не знаем, куда обращаться, что делать. Но только остается вот к вам за помощью и президенту писать. Больше некому. Ситуация у Тамары Александровны ничем не легче. Под ее окном прямо в подвал сделали отверстие в стене. По словам управляющей компании, для дополнительного прохождения воздуха. К слову, сам дом нуждается в ремонте. Из-за дождей и сырости кирпичи разваливаются буквально на глазах. Под самым окном у меня. Я зимой замерзаю на первом этаже. А у меня там вообще что делается? Я заложила с одной рукой. Заложила сама. Я им звонила в домоуправление. Там это кирпичи принесла и заложила сама. Они даже не приехали даже замазать вот это вот все. Не знаю, что делать. Жители надеются, что их просьбы будут услышаны. Они неоднократно обращались во все инстанции. Бороться своими силами на полную мощность просто не хватает средств и времени. Отметим, периодически ливневки чистят, но с каждым новым дождем ситуация повторяется. Тем временем число блох в доме не уменьшается, а количество укусов наоборот. С каждым днем все больше. Не лишним будет напомнить тем, кто несет ответственность за дом, что блохи являются переносчиками таких заболеваний, как тиф, чума и сибирская язва. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.